Хотелось бы мне сейчас сказать что-то взрывное, цепляющее ваше внимание и прям очень интересное. Но скажу всего лишь привет. Нет, я не извращенец некрофилл и терра не мертва, она все еще жива и даже очень прекрасна. Не верите? Вот просто тогда посмотрите сколько сейчас в онлайне людей. И нет, это не весь сервер собрался в одном месте. И это даже не выходной, а середина рабочего дня. Нужны еще пруфы? Они будут, но немножко попозже. Давайте я все же сделаю небольшой обзорчик. Скажу как терра изменилась за долгую историю своей жизни на русскоязычных серверах. И все та же ли эта игра, в которую мы когда-то с вами играли. Но перед этим, как обычно, сходите возьмите себе чего-нибудь похомячить, на шаманте чайочек и мы начинаем. Итак, выбор персонажа и классы. Их и раньше было выше крыши, а сейчас вообще глаза разбегаются в разные стороны и не знаешь за кого играть. И, блин, это даже хорошо. Тера. Одна из немногих игр, в которой почти нет привязки класса к расе персонажа. А также почти пофигу на то, кем ты играешь. Мужиком или же самкой неведомой зверушки. Сейчас даже попорики и эллинки могут быть крушителями, а не только персерками. Из новых классов, ну, относительно новых, Валькирия. Доступна она только рогатым кастанечкам. И для данного обзора именно ее я и выбрал. Так что искать где-то на ютубе отдельно геймплейные ролики вам не нужно. Но за это, я вот думаю, уже стоит поставить лайк этому видео. Вроде бы пару патчей назад максимальный уровень был поднят с 65 до 70. Добавлены пробужденные скиллы и новые территории. Прокачка петов, система талантов, арены и в очередной раз переработана система заточки. Конечно же, в угоду мамкиных борщеваров, а не хардкорных задротов. Игру оказуалили. И тут ничего не поделаешь. Ушли трудности заточки со 150 неудач. Ушла эпоха. Патч GoBerserk навечно в сердцах олдов. Такс, а шо там по прокачке? Да, все как и было. За 10 часов 60-65 уровень легко можно взять при прокачке в данжах, стоя вот как я, к примеру, в Папарионе. И по КД прожимая в подборе поиск данжа. Эти самые данжи, кстати, теперь на 3-х человек всего лишь, до 60-го уровня. А на 5 человек уже после 60-го. Хотя их так занерфили в край, что и в соло спокойно можно проходить. Эх, вот раньше мы даже на обычных бамов собирали пати. Помнишь, Андрюха, да? Не то, что сейчас. Возможно, именно поэтому люди и начали ливать стеры. Слишком все просто становилось. Так, ну допустим, вы решили вернуться в игру и прокачать перса с нуля, да? Значит, решили качать его в данжах. А значит, либо вам нужно стоять в подборе, либо же с друзьями бегать и качаться. Если друзей нет, то как там в наборе? Живой он, долго ли стоять и вообще как там чё? Сейчас я вам покажу нарезку с целой кучей данжей, в которых я ждал подбора и делать выводы. Пустая эта игра или же в ней все еще нормально все с онлайном. Тут идут данжи, начиная почти с самого старта и до 65-го уровня. Разницы в дневном и вечернем онлайне я не заметил. Всегда и везде народу хватало. Даже на низкоуровневых локациях постоянно кто-то бегает. Чего еще в нашей тере было такого интересного и важного? Хм... Одним прекрасным утром один бурятский геймдизайнер закинулся далеко не одним психотропным веществом и решил ввести в игру летающих маунтов. И тем самым полностью убив спрос на обычных ездовых зверушек. В чем прикол? Да почти ни в чем. Летать вы можете ограниченное количество времени. Везде ли вы можете летать? Нет, не везде. Высоко? Тоже нет, не высоко. Так нафиг же оно надо? На самом деле фиг его знает. Просто в определенных местах вы можете срезать некоторые участки на карте пролетев через небольшие холмы, деревья или овраги. Вот и все. В принципе это не особо важная часть изменений в тере. Так что есть и есть. Спасибо что хоть как-то разработчики пытаются разнообразить игру. А из действительно важного и лично для меня очень обидного слияния серверов. И теперь нет разницы между пвп и пве серваками. Есть только гребаные пве и все. Теперь, если вы хотите устроить какой-либо замес, то соизвольте сударь бросить перчатку в морду оппоненту и вызвать его на дуэль. Это грустно шокисец. Ставьте лайки, если помните вечные зарубы на мосту при выходе из первой деревни. Раньше это была суровая и злая игра. А сейчас это какой-то унылый кастрированный пушистый котенок максимально лояльный к девочкам без члена и мальчикам с вагинами. Дестони, ну верните вы пожалуйста пвп сервера. Спасибо, что хоть арены остались. Да еще и разнообразили их как только можно. Тут вам и симулятор в World of Tanks, и мордобой кумасов, и мои любимые, кстати, вот корсары все еще живы. Увы, записанные мною футажи бесследно просраны. А новые записывать у меня не хватит сил, и таких шедевров кекисов от чата я вряд ли снова найду. Так что просто поверьте мне полезные слова. Регистрация на арену так же жива, как и подборы в данже. И даже не думайте, что она сдохла. Увы, с оптимизацией в игре все так же и осталось, как 5 лет тому назад. Прогрузки текстурок персонажей, пролаги на локациях и подгрузки непонятно чего на многострадальном Unreal 3 и полностью написанном на флеше интерфейсе. Но тут в принципе ничего удивительного, и это косяк не локализаторов, а разработчиков. Такие вот дела, пацаны. Но вот что не изменилось в Тере, так это шедевральные костюмы и броня на персонажах. Их стало еще больше, и они стали еще соблазнительней. Так что, мой маленький дружок, вставай, взбодрись, возьми себя в руки и вперед по ссылке в описании бороздить просторы Теры. Ведь это все еще одна из лучших игр с нон-таргет-системой. Хоронить ее еще очень даже рано, она переживет многих. Главное дать этой старушке второй шанс и поверьте, вы не пожалеете. Ну и если ты досмотрел до этого момента, то ставь лайк, подпишись на канал и тереби бубенчик под видео, дабы не пропустить ничего нового на нашем канале. А тут будет еще много всего интересного. Не веришь? Заходи и проверь сам. Удачи и пока!